Говорят, что театр начинается с вешалки. Тогда справедливо сказать, что АХА начинается с аэропорта. В этом году северная столица встретит свой 75-й день рождения. Спустя 10 лет ее образования был совершен первый 8-часовой перелет в Хабаровск-АХА известным советским летчиком Михаилом Водопьяновым. Тогда-то и началась авиационная история Ахинского района. Первый аэропорт, выполняющий грузовые и пассажирские перевозки, был построен в конце 40-х годов. Воздушная дорога во много раз облегчила доступ к северу острова, улучшила работу градостроительных производств. Существующее сегодня служебно-пассажирское здание введено в эксплуатацию в январе 2000 года, а строительство взлетно-посадочной полосы, длина которой составила 1300 метров, завершилась в 1977 году. Коллектив Ахинской авиационной системы пополняется новыми кадрами, но основным составом по-прежнему являются те, кто стоял у истоков организации аэропорта и не сломался перед встречающимися трудностями. Когда полетов совсем не было, было достаточно тяжело. Было время, когда балкоротились с компанией, это в том числе уходили деньги с этого предприятия. Ну, коллектив ответственно, благословительно был настроен, и это его заслуга в том числе, что аэропорт работает. 28 июня этого года наш аэропорт прошел аттестацию и получил лицензию до первой половины 2016 года. Потребительский спрос на авиабилеты растет с каждым днем. В летнее время количество рейсов увеличивается в два раза. Иногда в полет просятся косолапые гости, которым постоянно отказывают. На данный момент аэропорту выгодно совершать полеты в Хабаровск и Южно-Сахалинск. В планах наладить сотрудничество с аэропортом Комсомольска-на-Амуре. Многие жители города понапрасну волнуются о безопасности полетов. Когда самолет Ан-24 разрабатывался, он разрабатывался для двойного использования. Это было как и военное воздушное судно, и в том числе для гражданских перевозок. Это достаточно надежный самолет, это очень прочный планер. С точки зрения авиационной безопасности мы все делаем необходимо для того, чтобы наши рейсы проходили в полной безопасности. То есть никаких инцидентов должно происходить. Совсем недавно компания «Сахалинские авиатрассы» запустила авиамашину марки «Дэш-8» по маршруту АХА-Южно-Сахалинск-Южно-Сахалинск-АХА. Комфортный и яркий воздушный корабль уже два года помогает северянам добраться до южных районов острова. Далеко не каждому представится возможным попасть в кабину самолета, но сегодня для нас сделали исключение, поэтому давайте глянем, что там. Небольшое пространство с огромным количеством стрелок и кнопок оборудовано для двоих человек. Летчики обязаны проходить стажировку дважды в год. Пилоты этого самолета проходят ее в Америке. Вот что думают воздушные волки о безопасности уже пожилой полосы аэропорта АХА. Нужна обязательно реконструкция ее, обязательно. Видно, что, конечно, уже долгое время она служит, поэтому очень хотелось бы, конечно, чтобы было лучше немного. На сегодняшний день это безопасный объект. Мы, если бы это было небезопасно, мы бы сюда не летали. Реконструкция полосы нужна, и в ближайшем будущем мы ждем ее преображения. Хотя и нынешние условия не несут никаких угроз. Ежедневно над комфортом и безопасностью полетов трудится около ста человек. Ведь чаще всего поездка в аэропорт связана с радостными событиями – приездом родственников, близких друзей или, к примеру, путешествием. Видно, что люди заботятся пассажиров, работают на то, чтобы было удобнее и комфортнее. Зачастую Ахинские рейсы задерживаются или вовсе откладываются из-за погодных условий. Так, например, недавно из-за сильного и внезапного грозового фронта самолет из Южно-Сахалинска не долетел до Ахи 20 минут. Развернули до Ноглик. Риск в таких случаях – дело серьезное, поэтому уж лучше несколько часов подождать подходящей погоды. Как вы сами видите, аэропорт у нас надежный, безопасный, самолеты отличные. Дорогие Ахинцы, еще раз с праздником и не бойтесь летать. Желаем всем сотрудникам аэропорта, а также поклонникам авиатранспорта, чтобы количество взлетов равнялось количеству посадок.